Всем большой привет! Я тот самый человек, у которого уже в 20 лет были ярко выражены носогубные складки. Ну, такое у меня строение лица. С возрастом, к сожалению, наши лица не становятся ни моложе, ни изящнее. И благодаря ослаблению тонуса лицевой мускулатуры, ну и силе гравитации, моё лицо к 38 годам стало выглядеть примерно вот так. Ну, или вот так вот. Безусловно, все эти кремы, сыворотки, пилинги – это всё прекрасно. Но, к сожалению, все эти продукты работают лишь на уровне эпидермиса. Всё остальное – это маркетинг. Правильно подобранная уходовая косметика способна в разы улучшить качество нашей кожи. Но перед мягкими тканями она, увы, бессильна. Я изучила уйму информации, пересмотрела сотни видео. В основном это японские, китайские, корейские и даже индийские тренеры. Взяла я для себя лишь самую выжимку, то, от чего я вижу действительно потрясающий результат. Я использую лишь те приёмы, которые работают на таком лице, вот как у меня. Итак, сегодня я вам покажу три упражнения. Они подойдут даже для новичков. Всё очень легко и просто, и самое главное – безопасно. Ведь очень важно, решая одну проблему, не ухудшить ситуацию в другой зоне. Я за безопасную гимнастику. В первом упражнении мы с вами поработаем с жировыми пакетами, которые с возрастом мигрируют вниз. Особенно если у вас такая же выдающаяся подкожно-жировая клетчатка, как у меня, то это неизбежно. Берём любое масло. Самое главное, чтобы оно не забивало вам поры и не провоцировало воспаление. Находим на вашей скуле самую выступающую часть. Она у меня находится вот здесь вот. Теперь спускаемся вниз до углубления. Вы непременно на своём пути встретите вот такую вот ямочку. Она у меня находится вот в этом месте. Теперь помещаем наши пальцы вот в это вот углубление. Немного их утопим. Таким вот образом мы лишаем наши мягкие ткани какой-либо подвижности. И другой рукой делаем следующее упражнение. Вот такие вот движения в сторону внутреннего края глаза. Посмотрите. Обратите внимание, чтобы ваша кожа нигде не сминалась. Мы сейчас работаем только с мягкими тканями. Такие вот плавные, но при этом глубокие движения. Ко внутреннему краю глаза. Делаем таким образом 20 раз. Ко всему прочему, это упражнение нам ещё и облегчает дыхание. Если у вас есть какие-то проблемы с дыханием. Теперь поменяем руки, помещаем пальчики в углубление. И делаем это же упражнение, но только в обратную сторону, в противоположную. В сторону виска. Так же делаем 20 раз. А теперь давайте объединим эти два упражнения. И будем делать вот такое вот упражнение сразу в обе стороны. Как будто бы мы изображаем букву V. В данном случае точкой отправления является всё то же самое углубление, которое мы с вами нашли ранее. Двигаемся вот из этой точки. Старайтесь, чтобы вот в этом упражнении участвовало сразу несколько пальцев. Таким образом мы задействуем большую группу мышц. И делаем уже 30 раз. Таким образом мы не только приподнимаем наши жировые пакеты, но при этом и улучшаем микроциркуляцию крови. Мне очень нравится то, что после этих двух упражнений результат виден практически сразу. Это, конечно, изумительно. Однако все мы понимаем, что чудес не бывает. И для более долгосрочного результата необходимо постоянство и терпение. Следующее упражнение не менее эффективное и такое же лёгкое в исполнении. Находим нашу самую выдающуюся часть носогубной складки. Вот у нас проходит носогубная складка. И кладём сюда пальцы. Давление сильно не оказываем. И следим, чтобы наша носогубка никуда не была смещена. Просто вот сверху кладём пальцы. Всё. Больше ничего не делаем. Таким образом мы просто фиксируем наши мягкие ткани. Теперь берём вторую руку и делаем следующее движение. Вот таким вот образом. В сторону периферии. Делаем таким образом 20 раз. Следите, чтобы носогубка не была смещена. Аккуратно придерживаем её пальцами. Ну и наконец третье упражнение. Его я заимствовала из традиционной китайской медицины. Здесь мы будем работать по акупунктурным точкам. Будем расслаблять мышцы лица, снимать какие-то зажимы и спазмы. Но вы, наверное, уже заметили, что вот эта часть у меня очень сильно напряжена. Она находится у меня в постоянном гипертонусе. Её необходимо расслабить. Вот посмотрите, да, вот эти мышцы как будто бы у меня немного вздыблены. Помещаем пальцы вот сюда, выше крыльев носа. Вы нащупаете эту мышцу. Ну, во всяком случае, она у меня напряжена, и я её сразу нахожу. И делайте такие вот пульсирующие ритмичные движения около 100 раз. Конечно, вы устанете считать, поэтому лучше делать это на время. На это уходит около 50 секунд. Вот такие вот ритмичные движения. Обращайте внимание, следите за тем, чтобы ваша кожа вокруг глаз не сминалась. Работаем глубоко с мышцами, не с кожей. Не бойтесь оказывать давление. Ну, возможно, лёгкая гиперемия, но ничего страшного, она быстро пройдёт. И рекомендуется делать это упражнение перед сном. Ну, я понимаю, вы сейчас на меня смотрите и думаете, что мои носогубные складки никуда не делись, что они на месте. В принципе, ну, в принципе, ничего не изменилось. Но я себя сравниваю не с кем-то, а с собой вчерашний. И я явно вижу, что есть положительная динамика. Я вижу результат. Носогубные складки уже не такие длинные. Они явно укоротились. И, конечно же, не такие напряжённые. Обратите внимание, что вот эта часть у меня уже, она уже более спокойная, если можно так выразиться. Но у меня есть ещё с чем работать. И работы, конечно, предостаточно. Ну, а кому нужен мгновенный результат, тому, наверное, к косметологу, ну, или к хирургу. Ну, и то, как оказалось, даже там гарантии никто не даёт. Ну, и в заключении, конечно, хотелось бы сказать, что я никого не обучаю, я не продаю курсы, не пишу книги, не провожу марафоны. Я лишь нахожу, на мой взгляд, какие-то интересные упражнения, тестирую в какое-то время. На себе. И если вижу положительную динамику, то уже делюсь этим с вами. А я желаю вам быть с каждым днём всё красивее. Всем пока!